здравствуйте вы на канале урал спецтранс здравствуйте константин добрый день наши подписчики к нам 6 декабря владимир владимирович путин сергей уже уже еды чем да по-моему как он правильно на и приезжали вот по такому поводу у нас в городе дороги почистили все спасибо большое что они к нам приезжали да вот если бы они прилетели летом то нам бы асфальт положили но то так снег почистили тоже неплохо ну в общем я хочу сказать том что наша компания урал спецтранс на протяжении уже наверно более 10 лет производит различные полупрецепы цистерны для транспортировки светлых темных нефтепродуктов также для пищевых жидкостей и вот данная модель о которой вам расскажет сегодня константин это так называемая водовозка на шасси урал некст у нее цвет классный только цвет нам когда у нас есть категория клиентов которые когда слышат что голубой как нет мне только не голубой у нас фишка новая когда кто-то звонит цвет спрашивает машины нельзя гореть голубой мы говорим светло-синий не но мы нормально относятся просто люди бывают разные значит это ацпт-шка для перевозки именно питьевой воды она выполнена в виде термоса у нее две оболочки внутренняя оболочка у него выполнена из нержавейки из пищевой вот в которой можно воду возить питьевую потом идет утепление значит 10 сантиметровый слой пены специальные по составу похоже очень на строительную пену которая в баллончиках продается в строительных магазинах наверно все косяки у дверей запенивали знают что это такое то есть тут вот 10 сантиметров везде по оболочке этой пены все запенены установка так у нас баллончик побольше и наружная просто значит металл черный крашеный ну может быть он конечно из нержавейки то есть если люди закажут то есть доплатят то наружный слой может быть и тоже из нержавейки значит 10 метров кубических воды здесь питьевой ну то есть на севере на везде собственно с проблемы с водой питьевой воды не хватает и поэтому машины пользуются спросом значит вот в данной машине в чем особенность установлен еще насос перекачивающий тоже специальный для пищевых продуктов он имеет гидропривод это напорная сливная магистраль гидромотору идут вот здесь вот надо посмотреть стоит сам насос слева покажи насос стоит и там гидромотор стоит который приводит значит движение но и тут система значит для закачки для выкачки но это управление здесь вот питание наполнение слив то есть все контролируется значит лампочками вот видно толщина утепления здесь наверное сантиметров 8 она чуть-чуть поменьше в ящике ящик тоже утепленный но вот здесь везде 10 сантиметров особенность данной бочки помимо всего прочего то есть вода не должна замерзнуть но вода в емкости она как бы чтобы ее заморозить надо постараться при таком утеплителе в принципе за сутки температура падать там не больше чем на градус при наружной температуре минус 30 градусов температуре температура воды у нас всегда положительно то есть даже если мы изо льда там где-то накачиваем озерную воду или речную то есть она все равно плюсовой температуры вот но самое такое место которое подвергается риску заморозиться это вот именно насосный узел трубопровода если водичка там остается и сам насос так вот чтобы он не замерз у нас здесь проходит труба глушителя выхлопная труба вот здесь вот ее видно с правой стороны вот то есть она конечно сильно не нагревает но она значит дает возможность всегда температуре насосном узле быть положительной выше нуля при этом насосный узел не замерзать подсветка здесь есть для удобства фонарик мы пойдем по трубе пройдемся по самой что тут закроем уже наверное у нас тут подпор у нас все круто так это закрыли вот у нас труба лишь выхлопная как она идет то есть компенсатор специальный гофра помала все равно шевелится и вот она труба выходит здесь у нас закрывашка сделано то есть в летний период это можно открыть выхлоп пойдет по пути наименьшего сопротивления то есть сюда сразу будет идти выхлопа зимой он закрывается и выхлоп идет именно по всей магистрали и собственно насосном отсеке всегда тепло то есть конечно современные двигатели евро 4 они на выхлопить имеют меньшую температуру чем двигатели евро но все равно этого хватает есть у нас модификация интересная но правда для технической воды где мы выхлопную трубу пропускаем непосредственно через самую емкость то есть у нас еще и жидкость греется но водовозки для питьевой воды этого делать нет нельзя то есть по требованиям посадным и педим требованиям то есть это не допускается поэтому здесь труба идет снаружи греется только насосный отсек а для подогрева воды мы используем электротены вот на этой машине нету этой опции на не установлен то бы мы показали то есть ставится электротены на 380 вольт врезается тоже специально из нержавейки и машина где-то в процессе стоянки ну где есть напряжение может в розеточку включить и ночью водичка будет подогреваться значит там ставится блок управления с автоматами то есть как бы через блок то есть не перегреется там ну собственно такой объем чтобы воды и нагреть там надо очень постараться вот чисто для поддержания температуры а залив воды залив через верх полет полезли наверх пока не залезли рукава еще посмотрим что тут за рука тут рукава на каких специальные должны быть я даже не знаю да тут вот тут вот это специально под воду но наконечники видишь из нержавейки а вот шланг я не знаю наверно тоже какой-то специальный шланг по идее раз вода питьевая но это на бензин на бензин большой здесь здесь маленький у нее задача то видишь какая она вряд ли сразу вся будет сливаться в одном месте то есть у нее она где-то заполнилась питьевой водой на скважине да допустим и поехала побед по объектам понемножку разливать поэтому такого диаметра достаточно вот трубопроводы идут гидропривода насоса вот стоит гидробак собственно клапан управления с манометром и вот наверное если под раму залезешь там будет коробка отбора мощности с насосом зимой такие берут машины а вот в основном зимой и берут потому что летом то проще с водой там даже можно из лужи начерпать грубо говоря в определенных условиях где-то дождевой набрать а зимой то все замерзшие жидкую воду надо доставлять поэтому водовозки они традиционно пользуются спросом они больше к зиме ну а еще какие-то опции ставим поливочная какая-то ну да 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 но это да есть на сайте есть можно посмотреть значит некоторые клиенты они еще кто занимается зимниками то есть как дополнительно берут опцию рейку покупать так называемую рейку либо переднюю либо заднюю но для зимников основном заднюю берут ну то есть цель просто воду разлить чтобы она растеклась и замерзла зимняя дорога да это делают дороги то есть это не только к таким бочкам это обычно к большим бочкам берут но как разновидность то есть либо допустим даже обычный брус дорабатывается обычный противоподкатный брус то есть шланг туда с водой соединяется вот в этот противоподкатный брус снизу отверстия сверлятся опять же чтобы он не замерз выхлоп еще через него пропускает вот ну и ездит просто поливает то есть воды набрали неважно где там в речке в озере и ездят по дороге льют эту воду она равномерно растекается получается дорога зимняя дорога зимний на днях передача интересная по дискайвере было буквально два-три дня назад как раз это про дороги якутии вот там ужас конечно показали там как они через перевалы ездят ну . как по зимникам ездят показали то есть вот эти их не зимние дороги и перевал то есть они идут там значит водитель ехал до зырянки это за икутин за икутском и вот всю дорогу снимают это ужас там есть перевалы то есть он едет с одной стороны обрыв с другой стороны гора туда путин бритья дорогу дорога вы построили ладно сейчас поехали полезли наверх вот обрати внимание видишь на емкости держишься тебе надо что штаны как это высоты боишься ты знаешь я тоже боюсь высоты причем я причем я это обнаружил относительно недавно с детьми катались на этом на колесе обозрения это ужас просто залез на верх и мне стало страшно значит смотри вот видишь бочка да а верху видишь круги вот идут такие круги думаю все это такое какие-то не знаю это шахты для ракет но никакой подводной лодки да не это отверстие как раз для запенивания то есть бочку когда собирают там да вот да там это заклепано отверстие вот и туда пена за это заливается она потом разбухает вот чё давай внутрь его кстати вот конструктором конструктором опять же что-то тут надо делать а тут скользко то есть как он будет вот смотри сюда то хорошо мы с тобой залезли а сюда то как мы с тобой вот видишь как я стою а ему же часто придется заливать то есть вот сюда какую-то надо это покрытие ну тоже покрытие какое-то надо противоскользящие да вроде нержавейка да но вот чуть-чуть что снимешь шов шовчики да хорошо так сделано ну и так видно неплохо зачищают почему плохо это швы зачищенные до зачищенные швы то есть все равно нержавейку когда когда она варится в местах сварки там эти все добавки то они немножко выгорают и шов потом надо почистить и еще специальным составом покрыть так называемая пассивация происходит то есть они как бы ну нормализуют вот хим состав наружный то что выгорело в процессе сварки ну вот то есть получается это у нас отсек передний с перегородкой вот можно показать перегородку 100 камеру вот направо чуть-чуть сделаешь то есть там это перегородка и пошло во второй отсек то есть вот как раз перегородки для чего они нужны чтобы не было ядра удара в процессе движения вот-вот-вот на перегородки он туда значит до вас туда можно пролезть чтобы человек мог залезть ну как иногда надо инспекцию какую-то проводить мало ли почистить помыть показали ну то есть смотри это датчик наполнения тоже когда в бочка полная то датчик срабатывает сигнал подает на коробку отбора мощности коробка отбора мощности выключается и соответственно насос перестает качать с точки зрения открывания люка и значит того что здесь нету никакой противоскользящей значит ну поверхности было бы удобней если бы шарнир открывания люка наверно вот там находился то есть отсюда открыли тогда бы мне наверное не пришлось туда вставать то есть а хотя нет не все удалось пришлось бы потом закрывать вот сюда что-то нужно делать может быть на ленту какой-то противоскользящую поверхность то есть надо чтоб конструктора посмотрели так но это наверно клапан какой-то дыхательный клапан до который срабатывает но в процессе нагрева все равно жидкость расширяется ну ладно всем до свидания пишите нам оставляйте свои вопросы в комментариях может быть что-то еще хотите чтобы мы сняли мы сделаем снимем расскажем на хай люкс надо снять обзор я на ней ездил однажды мебель перевозил переезжал я с одного дома на другой ничего такой трактор вообще коробка автомат дизель вот нормально в деревне сам в деревне самое то в городе конечно она такая нервно не разворотливая что-то большая машина все прощаемся всем пока прощаюсь до свидания